В середине мая 1914 года из Оренбурга в Самару прибыл исключенный из купеческого сословия и не принимаемый больше ни к какому обществу Михаил Захаров, 28 лет, который остановился на барбошной поляне Ушошина. Добраться в 1914 году до поляны можно было или на дачном пароходе, или на лошади по кочкам и буеракам. Но не это волновало Захарова, совсем не это. Там дамы щеголяют модами, там всякий лицеист остер. Над скукой дач, над огородами, над пылью солнечных озер. На дворе у нас лето, и мы ненадолго оставим город и отправимся в дачную местность барбошна поляна. Как это сделал, например, корреспондент газеты «Голос Самары», в июне 1914 года посетивший этот дачный уголок, где отдыхали от дел и от зноя десятки самарцев. А вот о том, что он там нашел, газета рассказала в корреспонденции «Дачное благоустройство», где последнее слово было взято в «большие кавычки». Кто знает барбошину поляну давно, писала газета, тот не может не обратить внимания на то, что вместе с появлением в ней водопровода и электрического освещения, а также ресторана с музыкой, из года в год из этой местности исчезает многое весьма ценное для нее. Так дачи-владельцы без жалости вырубают лес и застраивают свои участки домами и домиками. На просеках тут и там сваливается мусор. Детская площадка, занимающая почти полторы тысячи квадратных сажень, заросла бурьяном. Сооружения для игр и тренировок или расхищены, или сломаны, а изгородь во многих местах просто отсутствуют. В последнее время правление общества «Упорядоченная дач» даже махнуло рукой на такой важный предмет, как купальни. В результате купальня, купленная на общественные деньги, до сих пор не собрана, а уже имеющиеся купальни не охраняются и приходят в упадок. Этот упадок дачной местности можно объяснить лишь одним. Каждый, живущий на даче, не занимается активной деятельностью, а хочет лишь отдохнуть от решения всех и всяческих проблем и вопросов. Оттого и собрания дачников редкие и малочисленные, а обсуждения дел так вялы, что, как говорится, мухи дохнут. Собрания редкие и малочисленные, мухи дохнут от скуки, а мы пока дадим слово еще одному автору голоса Самары в мае 1914 года, писавшему так. Вот-вот большинство самарцев потянутся на дачи. Уж и теперь, то здесь, то там слышится приглашение. Обязательно приезжайте к нам на дачу, вслед за которыми начинаются длинные объяснения, как эту дачу найти. Надо заметить, что все эти признаки так одинаковы, что когда вздумаешь по ним отыскать дачу Ивана Ивановича, то непременно попадешь к Петру Петровичу. А впрочем, не все ли равно? Ведь условия самарских дач везде одинаковы. Неудобство сообщения, дороговизна, плохие запоры и мертвая скука. Главное место среди всех самарских дачных достопримечательностей, вне всякого сомнения, занимает так называемая Барбашина поляна. Туда устремляются празднично настроенные самарцы, будь то благонамеренный чиновник или благодушный торговец, а то и удалой разгульный молодец или попросту горчичник. Там в празднике гремит музыка, а по деревянной лестнице разгуливают пары. Это там, у столиков, благодушенствуют за самоварочками солидные люди, а с реки несутся звуки гармоники. Да уж, общие собрания дача владельцев редки и малочисленны обсуждения. Вопрос на них идет так вяло, что, как говорится, мухи дохнут, писала газета «Голос Самары» в 1914 году. Тем не менее, 15 июня на Барбошиной поляне состоялось одно из общих собраний владельцев дач, на котором председательствовал некто Андреевский. Прежде всего, был рассмотрен вопрос об окарауливании дач. Ранее было постановлено считать окарауливание за счет домовладельцев, но некоторые из них уклонились от взносов. Мол, а у нас что воровать-то? Владельцам дач, которые уклонились от уплаты взносов, было предложено заплатить их и доложить о результатах следующему собранию. Далее был поднят вопрос об устройстве детской площадки. Но вопрос этот так и не был рассмотрен до конца. Решено было отложить его до следующего собрания. А вот зато после этого была выбрана комиссия по устройству театральных и музыкальных вечеров, в которые вошли господа Горзелковский, Преображенская, Зацепин и некоторые другие. Устраивать вечера было решено в Курзале, здесь же, на поляне. Относительно ям, сделанных некоторыми дачевладельцами на просеках, собрание постановило просить этих же дачевладельцев засыпь тковые ямы чистой землей. А что, если они откажутся это сделать? Спросил один из присутствующих. Но председатель собрания ответил ему на это. Господа, господа, давайте не будем отвлекаться. Перейдем к следующему вопросу. В заключение собрание выразило общую благодарность господину Тюрину, побывающему из членов общества по случаю его отъезда из Самары. После этого дачники разошлись в своим дачам, довольные собой, друг другом и тем, что им удалось решить столько важных вопросов. А мы, меж тем, продолжаем знакомить вас с заметкой из «Голоса Самары» май 1914 года. Время от времени к пристани подваливает пароходишка, и, выбросив из своих недр кучки людей, опять отправляется в город за новыми пассажирами. У всех приехавших красный и растрепанный вид, а у дам помяты прически, что вполне понятно. Прежде чем сюда добраться, им пришлось прождать часа два-три на пристани и выдержать не одну серьезную схватку. После чего, примастившись где-нибудь около трубы и изнемогая от жара, они плыли сюда в ожидании дачного отдыха. О, не верьте тому, кто будет советовать вам проехаться на Барбашину поляну. Голодным и измученным доберетесь вы до поляны с надеждой найти долгожданный отдых и подкрепить свои силы в ресторане. Захотят накормить вас – накормят. А не захотят – уйдете вовсе не солоно хлебавши. Ну а мы между тем поговорим о происшествиях, когда-то случавшихся и здесь, в дачной местности Барбошина поляна. Так, в июне 1914 года на одной из просек сгорела дача, принадлежавшая Абраму Хорошу и стоившая 3000 рублей. А у проживавшего на этой даче Егорова Андреева сгорело разного имущества на 2000. Причиной пожара стала неосторожность в обращении с огнем. В августе этого же года в лесу, в шалаше, был обнаружен шинок, принадлежавший крестьянину Кузьме Егоровичу Назарову. При обыске шинка было найдено много казенного вина. В посуде, о происхождении которого Назаров наотрез отказался дать хоть какие-то показания. А вот 30 августа по дороге на Барбошину поляну был смят автомобилем сын надворного советника Финикова Алексей, 11 лет. В результате аварии мальчик получил ушибы всего тела и обеих ног. А виновник аварии с места происшествия скрылся. В ночь на 4 сентября у владельца одной из дач на Барбошиной поляне были срезаны провода для электрического освещения на сумму в 110 рублей. При этом грабителей не остановила ни опасность этого предприятия, ни очевидная трудность в реализации похищенного. 110 лет назад Самара была относительно небольшим городом, и вести о подобных хищениях распространялись очень быстро. Ну и на Псашок. Чуть не трагедия. Называлась заметка в той же самой газете «Голос Самары», опубликованная в одном из летних номеров 1914 года. А рассказывалось в этой заметке про пароход Лобастова номер 12, который, направляясь на поляну, едва не врезался в баржу. Пассажиры парохода еще долго не могли успокоиться, резюмировал автор заметки, и наградили капитана весьма нелестными для него эпитетами. И еще картинка дачной жизни от корреспондента «Голоса Самары». Все тот же май 1914 года. Итак, все изведав и все попробовав, вы с бою занимаете место на пароходе, а рядом с вами, оглашая воздух проклятиями и криками, плывет баржа, набитая народом, и больше похожая на чистилище дантового ада. Ведь это мяться грешники. Не пугайтесь. Это плывут те, кто не попал на пароход. Их везут на барже. И они рады, что их все же не покинули на произвол судьбы на Барбашиной поляне, в лучшей дачной местности под Самарой. А у нас на дворе меж тем лето 1914 года. И приехавший в Самару из Оренбурга Михаил Захаров, исключенный из купеческого сословия, остановился на Барбашиной поляне у Шошина. До поляны он добирался на дачном пароходе, а, заняв квартиру, заперся в ней и не выходил больше никуда, ни в ресторан, ни просто прогуляться и подышать воздухом. А пару дней спустя он повесился на собственном галстуке, прикрепленном к гвоздю на стене. При осмотре трупа у него была найдена масса писем от разных фирм с отказами взять его хоть на какую-то службу. И фотографическая карточка его жены, на которой была сделана Захаровым, следующая надпись. «Уже, но помню о тебе и о дочурке». О случившемся в доме Шошина сейчас же стало известно всей дачной местности. Но нельзя сказать, чтобы оно наделало слишком большого переполоха. Занятые собой и отдыхом дачники немного посудачили о несчастном. Кто-то припомнил свою случайную встречу с ним на пароходе, кто-то рассказал про кума. И на этом вся эта история завершилась. А Барбошина Поляна, между тем, продолжала жить своей летней дачной жизнью. Ходила на общие собрания дачников, где горячо или вяло обсуждала текущие вопросы, аплодировала музыкантам и актерам в летнем театре, а еще рассматривала облака, которые неведомо куда плыли по небу. На дворе стояло лето 1914 года, которое обещало дачникам хороший урожай и благополучное будущее. Средь этой пошлости таинственной скажи, что делать мне с тобой? Недостижимый и единственный, как вечер дымно-голубой. С вами был Михаил Перепелкин.